Сегодня, посмотрите, уже много что изменилось такого, что даже тот же Шольц, Шольц, который три месяца назад не собирался вообще на вашу тему что-то разговаривать, он сегодня собирается вам поставить танки, гаубицы и многое другое. Опять же, не от того, что так любит вас, а от того, что требует общественное мнение, он хочет сидеть 16 лет так же, как Меркель, ну хотя бы 6 лет посидеть, понимаете, а так получается, что даже тот же Шрёдер вынужден был уйти из Роснефти и лишили его многих привилегий, да, как таковых. То есть я к тому говорю, что и тот же Макрон хотел избраться, а теперь он избрался и вот он выступает именно, почти так же говорит, как Лепен, почти так же, как Орбан и ничем не отличается. Почему? Потому что он больше уже избираться не будет, он говорит, а чем я хуже Саркази или Оланда, мне надо обеспечить свое будущее или тот же Шрёдер. Поэтому это будет всегда происходить, оно это есть. Просто другое дело, вы спрашиваете, почему это происходит, а вы вынудили его это делать, потому что вы жестко стоите на том, что вы не идете на Минск-3. И чем жестче вы будете стоять и чем жестче вы это будете проявлять на поле боя, тем легче поможете тем странам, которые реально вам хотят помочь, тем же Америке, той же Великобритании, тем же полякам, тем же странам Балтии, понимаете, которые, каждый из них старается вам помочь. Но вы должны понять, в первую очередь, в военно-техническом плане, на вашей стороне сегодня, в первую очередь, это Ленд-Лейд и вот эти 40 миллиардов. И даже иногда поставки, как сказал официальный представитель того же Пентагона, иногда утром загружают самолет в США, вечером это уже находится на территории Украины. То есть это идет очень оперативно. Просто я хочу, чтобы вы не отвлекались бы на бои локального значения. Вы должны четко знать, что вам надо, потому что эти локальные моменты, которые будут нервировать вас, дестабилизировать общественное мнение, постараться между вами бить клиент, между лидерами оппозиции, старыми президентами, ныночным президентом, публичной плоскости, журналистами и все общественность. Не будоражьте ничего. Вы на это не реагируете. Вы знаете, кто ваш союзник. Самое главное, вы знаете, что вы хотите. Ежели вы четко знаете, что вы хотите, и вы идете этим путем, вы вспомните, что было два с половиной месяца назад и что сегодня. И никто вас от этого не отведет. И все будут с этим считаться, как они вот за эти два с половиной месяца вынуждены были считаться. Потому что на них давят общественное мнение. Вот это ваше главное оружие. Ваше главное оружие на Западе – это общественное мнение. Ваше главное оружие внутри Украины и для всего мира – это то, как вы сопротивляетесь. Продолжение следует...